Утро форумчан началось с презентации проектов. На протяжении четырёх дней молодые люди со всей страны разрабатывали концепции и идеи, как сделать жизнь в регионах ярче и интереснее. Одной из первых выступила Ольга Хайрединова. Она представила экспертам направление онлайн-прогулок. Вид от первого лица при поддержке дронов. То есть на трансляцию выставляется 4-5 дронов. Трансляция режиссёрская, постоянная смена локаций, смены ракурсов и сопровождается профессиональным диктором-экскурсоводом. Я занимаюсь экскурсиями, в том числе мы осуществляем съёмку, делаем мобильное приложение ГИД. Здесь мы познакомились с местными аэросъёмщиками, пилотами дронов, также с ребятами, которые занимаются экскурсиями. И вот мы на стыке сообразили вот этот проект. В общем, сами очень вдохновились. Надеемся, он скоро реализуется. Очень рада, что в этом году мне предоставилась возможность приехать сюда. Потому что как и в том, так и в этом году я получила очень интересное знакомство. Потому что действительно здесь собираются ребята очень увлечённые чем-то, талантливые. И с ними потом можно в дальнейшем дружить, реализовывать какие-то проекты. Идеи создания цифрового портфолио поделился Вячеслав Никонов из Южно-Сахалинска. Молодой человек обратил внимание, что образовательные учреждения не имеют единой системы, где все данные учеников хранились бы онлайн. И решил исправить это. Собственные системы цифрового портфолио. Да, они существуют, но они все между собой разросненные. Каждый университет, каждое учебное заведение пытается создать что-то своё и не имеет решение. Потому что данный форум это удобная площадка для реализации каких-то идей, создания команды. Команды, которая поможет, даже если проект не состоится, поможет в последствии объединив усилия что-либо реализовать. Предыдущие дни прошли очень интересно, программа была насыщенная. Мы выезжали и в разные города. Те, кто участвовали в экологии, они выезжали. Мы участвовали и на побережье моря, участвовали тоже во всевозможных экологически важных мероприятиях. Мы, как креативная индустрия, тоже посетили множество интересных мероприятий, получили полезный опыт. Команда девчонок из Южно-Сахалинска за несколько дней разработала свой бренд одежды, чтобы распространить культуру Сахалина далеко за его пределами. Участницы форума уверены, что древняя история островов будет популярна как у молодых людей, так и у старшего поколения. Мы живем на земле тех, кто был очень развит раньше по своим временам. Поэтому мы решили создать одежду модную, стильную, по последним трендам для молодежи, носибельную, и чтобы это было отсылало в прошлое. То есть на мне футболка, она с воротами тори. Здесь у нас орнаменты коренных народов с севера. К полугоду мы это обсуждали, но в итоге на таком, скажем так, на проекте все это и закончилось, потому что хотели, но не могли найти ресурсы. И это основная наша проблема, потому что здесь, в Южно-Сахалинске, к очень большому сожалению, отсутствуют подготовленные кадры. На протяжении нескольких дней Вячеслав Батумский вел обучающие семинары для форумчан. Сегодня он выступает в качестве жюри на презентации их проектов. Эксперт отметил, если в начале слёта многие не понимали, как выстроить свои идеи так, чтобы они заинтересовали всех, то сегодня он остался под большим впечатлением от представленных работ. Конечно, проекты, допустим, направлены на развитие туризма в Сахалинской области, развитие IT-технологий и привлечение молодёжи. Конечно, проекты яркие, интересные, они есть. Ребята, на самом деле, те проблемы, которые у нас существуют, мы не могли их как-то сгруппировать в кучку, они всё-таки придумали какой-то подход инновационный, те же IT-технологии взяли, тот же опыт, который у нас в Сахалинской области присутствует. Всё это объединили и представили в своём уникальном интересном проекте. Ольга Хурьон, приглашённый эксперт, заинтересовалась проектом, направленным на сохранение культуры коренных этносов, а в частности музыки. В планах Ольги наладить контакт с театром «Байкал» для дальнейшего сотрудничества и поддержания проекта. Вы знаете, тут очень такая интересная атмосфера, ребята все зажигательные, все очень интересно рассказывают, представляют свои проекты. Мне сегодня довелось уже послушать несколько, и я удивлена, насколько продвинутые, креативные, молодые люди проживают не только на Сахалине, но и на территории Сахалинской области, ой, вернее, нашей страны. То есть то, что этот проект «Острова» объединил таких креативных молодых людей. А перед важным днём и защитой проектов ребят вывезли на берег Охотского моря, чтобы они могли набраться сил и зарядиться энергией. Волны, песок, фотозоны, гамаки и живая музыка встречали молодых людей. После общения с экспертами и подготовки проектов нужно отдохнуть. А чтобы никто не замёрз, организаторы разожгли костёр. Бравая рука на жёлтый. Спускайтесь аккуратненько, ребята, рады, что вы доехали. И несмотря на то, что на улице уже стемнело, форумчане веселятся и отдыхают. Галина Лумбуцеренова впервые прилетела на Сахалин из Улан-Удэ. Форум «Острова» стали дебютным масштабным мероприятием в жизни девушки. Я работаю в Бурятском национальном театре песни и танца «Байкал». Мы занимаемся сохранением популяризации национальной культуры. И Дальний Восток как раз-таки та территория, где проживают малочисленные народы. И наш фестиваль посвящён музыкальный этнический фестиваль с участием Национального оркестра Республики Бурятия и привлечением как раз-таки народностей, которые проживают в том числе и на Сахалине. Для ребят также подготовили огромную дженгу. Чтобы доиграть до конца, нужно было действовать креативно. Софья Лялькина прилетела на Сахалин к родственникам и поучаствовать в Холмском фестивале. Девушка целенаправленно стала участником слёта. У неё есть подготовленный грантовый проект. Это второй фестиваль туризма экстремальных видов спорта «Остров в рюкзаке», который мы, в отличие от того, который провели в 2019 году, хотим сделать уже областным. Но подразумеваем, что на эту площадку могут зайти абсолютно все жители вообще России и даже могут приехать гости из-за рубежья. Весь вечер отдыхающих сопровождала живая музыка от местных исполнителей. Ева Левина тоже подготовила свой проект, который направлен на создание экофестиваля в её родном городе Корсакове. Девушка заметила, что в последнее время люди стали активно интересоваться экологией. Я вижу эту проблему с разных сторон, и я вижу, что люди хотят идти в поле экологичности и хотят помогать экологии, но они знают, как бояться. И моя задача своим фестивалем показать, что это просто круто и возможно. Мне всё очень нравится. Отдельное спасибо моим модераторам, которые работают со мной над проектом. Развлекательная программа тоже супер. Ребята все очень классные, инициативные у всех свои проекты. И просто хочется выразить благодарность за такой форум. Сибирячка Влада Пятакова впервые посетила Сахалин. Девушка подала заявку и до последнего не знала, пройдёт ли она тот жёсткий отбор, который был в этом году на форуме. Теперь она с командой доводит до совершенства проект. Впечатление классное. Я приехала со своим научным проектом. Это мне помогло его продвинуть, улучшить как-то. Классные спикеры, классный коллектив. Мы в двадцатке работаем. Зелёные технологии прям вообще здорово. Он связан больше с нефтегазовой отраслью, но и с экологией тоже, так как утилизация попутного нефтяного газа с помощью технологии GTL. Марина Летицына хоть и не подготовила проект, но быстро нашла команду, с которой разработали концепцию экотуризма. Мы хотим открыть глэмпинг и при нём открыть глэмпинг школу. Ну то есть тут очень большой потенциал туристический. И мы просто хотим научить других ребят здесь местных делать глэмпинги. Качественный, удобный отдых на природе. Мне очень понравилась история Сахалина и сама активная жизнь у нас на молодёжи и работа, которая была. Артём Селезнёв хотел прилететь на Сахалин со своей супругой, но судьба сложилась так, что отбор прошёл только молодой человек. У Артёма есть несколько проектов в сфере экологии, связанных с сортировкой мусора. Я создатель экосервиса Вежевске. То есть мы создаём условия для сортировки вторресурсов. И у нас проекты на развитие сортировки в одном конкретном районе. То есть поставить урны у подъезда, с магазинами договориться, чтобы они были экологичными. Второй проект про создание условий для сортировки в школах, в садах. Под конец вечера ребятам сделали сюрприз и подготовили песню, которая не оставила равнодушным никого из присутствующих. Все зажгли фонари и начали подпевать. Белые обои, чёрная, посуда на скрущёвке двое. Кто мы, откуда? Я хочу пожелать каждому из вас следовать своей цели, следовать своим мечтам. Потому что всё у вас получится. Главное – желание. И как минимум держите связь со всеми, с кем познакомились. Впереди у форумчан официальное закрытие слёта. Как прошло прощание молодых людей с островом, мы расскажем в финальном выпуске дневников. Редактор субтитров А.Сёмкин